Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие и любимые Подписчики, гости канала С вами Вадим Серега, вы на Прокачу ТВ И сегодня на нашем канале очередной Subaru Мы так поняли, что Subaru очень нравится людям И они хотят видеть больше обзоров на Subaru Ну и так как у нас хорошие отношения с дилерской Subaru Потому что они не понимают по-русски И нам здесь без проблем дают машины Вот мы заехали сегодня в очередной раз сюда Без проблем нам дали Forester в топовой комплектации Это Touring, Touring она называется? Да Touring, Touring Как я понимаю, если я теперь уже буду прав Я надеюсь, что это самая топовая комплектация Стоит эта машина 38 тысяч 37 900 38 тысяч Все как обычно в Subaru Полный привод субаровский Вариатор субаровский Если смотрели наши предыдущие обзоры на Subaru Вы знаете, что это не обычный вариатор Это субаровский вариатор Не такой, как у всех вариатор Кто, кстати, не смотрел обзоры на другие модели Subaru У нас на канале они есть Переходим на наш канал Ищем обзоры интересные И смотрим не только Subaru Смотрим все подряд Кстати, пока вот в начале сразу скажу Подписываемся, кто не подписан на канал Ставим вот эти лайки, колокольчики И обязательно еще переходим, подписываемся на нашу страницу в инстаграме Я про Subaru рассказывал уже? Вроде Там за спиной у меня она Вот это она, да? В прошлый раз, когда отсюда уезжали Мы делали обзор на Subaru Ascend Акцент я его назвал Он так больше нравится И мы сразу сами себе уже дали честное слово Что вернемся и сделаем на Forester Потому что всего две модели Subaru Представленные на рынке в Штатах Которые собираются в Японии А не в Штатах Это Forester и Cross Trek То есть всего две модели из Японии Поэтому нам было тоже интересно посмотреть Так как качество американской сборки нас не очень удовлетворило Ну и вот японец Честно, забегая вперед Посмотрел я уже вот до обзора качества японской сборки Ну пойдем посмотрим, короче Че там с японской сборкой По дизайну Есть ли смысл обсуждать дизайн Subaru? Серый уже машет Нет, вообще давай об этом говорить не будем Все, давай, говорит Давай сейчас скажем, что там по салону В двух словах и поехали дальше Но мы все-таки остановимся ненадолго Потому что Искнем Да, потому что субаристы меня Ну я уверен, разнесут Просто разнесут Будут писать там 10 лет езжу на Subaru Проблем не знаю Там 25 лет до этого еще Там дедушка мой ездил на Subaru Проблем не знал Машина до сих пор в семье стоит Ездит, а не стоит Ну короче, кайф, а не тачка Согласен полностью Ездить она может исключительно Проблем не приносить никаких своему хозяину И это хорошо И это классно И за это стоит ее ценить Но мы же просто как бы О чем-то надо говорить Что-то обсудить надо Ну вот мы обсуждаем Обсуждаем в данном случае Дизайн И дизайн вот именно у Форика Я считаю, что вот это олицетворение Дизайна Subaru Описать, охарактеризовать одним словом Дизайн Subaru Блин, очень тяжело Практически невозможно Вот один раз посмотришь на нее Обернешься Вроде ничего так Что-то вот Что-то такое вот приключенческое Как я уже говорил когда-то Другой раз посмотришь Думаешь Боже, да как это нарисовали Да ну не может быть Ну Потом опять обернешься Опять вроде бы ничего И вот такое вот Двоякое впечатление Постоянное И не только у меня Вот серый Не даст соврать Вообще тебе не нравится Правда? Вообще не нравится Даже если оборачивайся Не оборачивайся Даже не оборачивайся Даже мельком Да она надоела Она такая уже Сука лет Даже мельком Я еще в школу ходил Она такая В школу ходил Нравилась тебе? Да Она лучше выглядела Она работает Как ты говоришь На ухудшение Ну хорошо Сейчас в темноте Сдалека Понравится Вообще без света Только если я где-то В лесу И иду пешком Уже миль 50 О не Мне раньше понравится Мне через полмили Понравится В общем я говорю Вот тут такое Впечатление Об этой машине Вот эти вот длинные Впереди Вот это расстояние До колеса Короткая Ну для бездорожья Может оно какой-то Смысл имеет Хотя вот этот передний Свес По-моему для бездорожья Никакого смысла не имеет Маленькие колесики Большие вот эти Колесные арки А колеса Сами по себе Маленькие Иногда прям думаешь Да ничего вроде Нормальное Даже может быть И покатался А потом приглядишься И думаешь Да ну что по пьяни Только не наговоришь Это как Женился по пьяни Потом утром Проснулся и в шоке Да я не буду говорить Здесь такой Ну так же Ну так же Тоже задний ход Поворотник Обычные лампочки Стоят В топовой комплектации Да в топовой комплектации Уже дороже не будет Другое Уже сюда поставить Не будет Обычные лампочки Сильно ярко они моргают С другой стороны Вот сейчас Поменяй ей полностью Облик Ну как бы Сделай ее Более симпатичной И она может Тогда станет Похожа на все остальные И не будет У нее своего лица Поэтому Дизайн какой есть Такой есть Есть свои поклонники И для некоторых Этот дизайн Очень красивый А для некоторых Не имеет значения Дизайн Поэтому О дизайне Больше говорить не будем А пойдем сразу В багажник Заглянем Посмотрим Что в багажнике Посмотрим Как японцы Собирают машину Ну пока идем В багажник Сразу можно По щелям пройтись Ну вот он Он весь ровный Ну просто здоровая щель Какая-то Особо ничего Сильно такого Отталкивающего нет Вот это вот Защитный пластик По всему кругу Автомобиля Он Прикольного качества А что я по нему Стучу Тебе интересно? Ну где-то просто Отдает в другом месте Стучу здесь Вот здесь Вот эта вот Щель Посмотри Вот отсюда Посмотри Вот это да? Видишь Он так тут Расходится Чуть-чуть Но это уже Японская сборка Уже нельзя сказать Что американцы Там между протестами Собирали И вот Криво собрали Нет Это вот уже Японцы Собирали В общем В целом По кузову Так нормально Металл Это не Самый дешевый Согласись Даже По стуку Слышно Что Шумка Присутствует Где-то И поприятнее звучит Ни ведро Ни кастрюля Какая-то Какой-то есть Такой лишний шум Закрываются двери Нормально Нет звона Никакого Задняя Получше Задняя получше Но открывается Да Вот это Все-таки Есть чуть-чуть От кастрюли Такое Сзади Как открывается Багажник Я так и не выяснил Постоянно У Subaru Это какие-то Сюрпризы С этим Там Танцуй Не танцуй Руку с ключом Подноси Не подноси На аутбеке Было что-то Надо было руку С ключом Поднести Мы этого не знали Нам потом написали После этого Я везде пробую Это не работает Если здесь Как-то иначе Открывается А не вот так Вот с ключом Да То я тогда Не пойму А почему На всех моделях Уже не делать Чтобы так открывалось Зачем выдумывать Там какие-то Кодовые Эти Вот все Хозяева Форестера Должны Пяткой Вот тут Коснуться Бампера Все хозяева Аутбека Рукой Таблички Коснуться Зачем Ну одно Что-то сделайте Универсальное Ну и на этом Остановитесь И все будут знать Как открыть багажник А вот Андреич Смотри Тут вообще печаль А вот это было И на акценте У них именно С крышками Задними Понял Да Что-то тут Вот видишь Расхождение Ну Ну не защёлкнули До конца Я не знаю Ну чуть-чуть Живое Да такое Ну слушай Пластиковые элементы Кузова Так скажем Ладно Хрен с ним В общем Откроется он С ключа И откроется С руки И откроется С салона А какие там Ещё манипуляции Сделать Чтоб иначе Открылся Я даже Честно говоря Не знаю А вот закроется Он с ключа Да И закроется С ключа Я заведу Потому что Очень жарко Нам хоть чуть От машины Холодом Веет Будет Выкидываем Все подарки От дилера Задорого Которые Коврики Кстати Здесь вот Комплект Резиновых И комплект Тряпочных И так Судя по всему Такой Более Более Менее Качество Заводское Заводское Здесь ещё Вот коврик Багажник И здесь Кстати Спинки Задних Сидений И багажник Вот с такого Покрытия Прикольного Ну то есть Здесь правильно Сделано Чтобы ничего Не пачкалось Нормально Фальшпол Карпитом Обтянут Боковинки Пластиковые Ну это Пластик Такой Как вот По периметру Кузова Идёт Защитный Он такой Достаточно Качественный То есть Он приятный Нет здесь Конечно Карпита Сбоку Ну Может быть Кому-то Вот это Даже больше Заходит Типа Там Отмыть Легче Или что-то Ещё Здесь Есть 12-ти вольтовая Зарядочка Какая-то Интересная Нормальная Крючочки Всякие Сумочку Повесить Пакетик И складываются Сидения Давай Под фальшполом Заглянем А С этой Сторону Ещё Сабвуфер Есть Музыка И так Всё то же Самое Под фальшполом Большой Органайзер Место Тут В принципе Есть Что-то Положить Потом Вот этот Пенопласт Мы достаем Видим Здесь Докатку Абсолютно Никакого Намёка На шумку Нет Ну и Ключи Все Для смены Колеса Всё что Надо Всё есть Ну Нормальное Такое Решение То что Пенопласт Может Хотя Сейчас Везде Этот Пенопласт Придираться К этому Сама Полочка Тоже Нормально Сделана Пойдёт О Смотри Вот эти Отдельно Живут Да Как-то Интересно А почему Их нельзя Было Сделать Чтоб Они С полочкой Поднимались Свой Фэншуй Там У них Какой-то Вот эти Вот Прикольно Сделаны Резиновые Как Коврики Потому Что Вот Сейчас Сюда Можно Погрузить Что-то Пол Ну Почти Ровный Чуть Чуть Есть Уклон Не Критично Спать Здесь Никто Не Будет Потому Что Здесь Тупо Не Поместишься Но Если Только Ты Прям Очень Невысокого Роста А так Места Маловато Сам По себе Багажник Маленький У меня Машина Тоже Вот Как Б Небольшая Но Багажник Хоть Чуть Присутствует Здесь Совсем Его Нет Ну Как Не Он Есть Поймите Меня Правильно Но Хотелось Бо Побольше Да Печальный Ну Шторка Снимается Понятно Какого Качества Шторка Она Какая-то Тряпочная Непонятная Как Она Сюда Ставится Тоже Как-то Зато Они Здесь Смотри Какую Штуку Придумали На сиденье Не надо Вторую Эту Сами Сиденья Наклон Спинки Регулируется И Вот Есть Такая Закрывашка Здесь Но Она Здесь Неплохо Сделана Как Я не знаю Если Это Надежно Да Нормально Вот Так Нормально Выглядит Вот Для чего Этот Крючок Как Ты Думаешь Я Тоже Не знал Почему У меня Здесь Эти Крючки На Ручках Они Недавно Мне Объяснили Вот Ты Ехал В пиджачке Тебя Там Надо Достать Что-то Ты Снял Пиджачок Или Курточку Повесил Сюда И Полез Да Да Ну А еще Можно Свет Сюда Повесить Нет Вот Это Мне Нравится Плафончик То Что Он Здесь Включается Выключается Прикольная Вещь Ну И Закрываем Закрывается С кнопки И Можно Также Сразу Замкнуть Хорошая Опция Удобная Открываем Еще По ручкам Я забыл Сказать То Что Сзади Нет Никаких Сенсоров Никаких Кнопок То Сзади Ты Отомкнуть Замкнуть Машину Ты Не можешь Только Впереди Все Это Делается Ну Вот Эта Дырочка До сих Пор Осталась Пока Еще Они Не Дошли До Того Чтобы Это Закрывать В принципе К этому Дизайну Она Идет Она Подходит Нормально Вот Эта Площадка Которая Замыкает Подошел Да Есть Сенсор Это Прикольно Короче Значит Есть Сенсор Чтобы Открыть Закрыть Площадкой Значит Все В принципе Нормально Хотя Бы На Передних Говорю Как Они Звенят Позорно Как Обычно Пойдем Сзади Ну По Резинкам Да Вот Почему Вот Оно Сразу Вылазит Смотри Здесь Есть Вот Такое Место Посадочное Для Этой Резинки На Резинке Есть Вот Такие Вот Выштамповки И Ты Вот Туда Ее Вот Так Засовываешь А Может Это И Лучше Чем Клипсы А А Дальше Клипсы Ну Держится Слушай Да Не Ну Как Вообще Чуть Потянул И Вылазит Ну И Оригинальное Я Такого Решения Еще Не Видел Честно Говоря Только Вот На Субару Ну Есть Резинки Которые Закрывают Вот Здесь Вот Нет Моих Любимых Бархоток Никаких Здесь Есть Просто Резиночка По Кругу Есть Еще Одна Резиночка Сверху Двери Закрывают Пороги Пороги Будут Оставаться Чистыми Вот Этот Материал Намекающий На кожу Со Строчкой Явно Это Ну Это Явно Не Кожа Ну Такого Примерно Они Хотели Добиться Восприятия Этого Материала Как Кожа Здесь То же Самое Вот Это Весь Одинаковый Материал Идет Вот До Сюда Здесь Грубый Пластик Здесь Пластик С Хромированная Под Металл Но Это Не Металл Здесь Тоже Какой-то Беспонтовый Пластик Не Автоматические Стекла Пластик Пластик Никаких Острых Краев Пластика Нет Нигде Ты Ничем Не Зацепишь Неприятных Ощущений У тебя Не Будет Просто Он Такой Суровый Я Так Его Назвал Суровый Пластик Здесь Вот Даже Нет Подсветки Снизу Как Была На Зато Есть Вот Эта Шляпа Болт Да Это Для Жесткости Кузова Здесь Прикольно Вот Полностью Порогом Пластиковым Закрыто Все Включая Даже Вот Резинку Субару Заявляют Что Здесь Кожаный Салон Кожаные Сидения Возможно Вот Эта Перфорированная Вставка Это И есть Кожа Потому Что Вот Это Сбоку Ну Это Явно Не Кожа Прям Вот Ну Явно Они Кожа Вот Такие Есть Вот Эти Штучки Они Мне Не Нравятся Вот Это Решение Как будто Бы Это Пришили Так Знаешь Ну А Помнишь Что Аутбеки Общи Какая А там Полностью Цельная Ну По Мам Полностью Даже Лучше Чем Вот Это Как То Я Не Знаю Да Она Регулируется Вот Таким Вот Реализовано Вот Таким Вот Хлястиком Давай Я Уже Сяду Посмотрим Че Там Да Да Это Я Еще Заметил Я Просто Забыл Уже Сказать Есть Вот Это Любимая Концевики Писюны Многие Просто Уже Требовали Чтобы Показали Машину С Концевиками Писюнами Вот Они Есть Есть Никуда Не Видимо Дорогая Технология Когда Их Не Ставят Поэтому Их Не Ставят Как Пошиты Сидения Да Так На Троечку Не Хуже Всех Ну И Сказать Что Прям Вау Как Пошиты Нет Опять Таки Ну Я Просто Докапываюсь Потому Что Я Должен Это Делать А Зачем Тогда Снимать Обзор Это Они Заявляют Панорамная Крыша Да Серьезно Так Как там Написано На Стикере Панорамик Места В принципе Достаточно Ну И для Ног Места Здесь Дофига Здесь Вот Приятно Закрыто Пластиком Сзади Ну В то же Время Что Творится Впереди Я Потом Покажу Давай Посмотрим Вот Тоже Эту Доставать Чуть Неудобно Плястика Нет Нет Да Подстаканники Совсем Неглубокие Кстати Знаешь В наших Странах Есть Лардж Стаканчики Такие Ну Не Стаканчики Ведра Я бы Сказал Я не Знаю Кто Их Берет Но Есть Такие Вот Если Ведра Сюда Оформить То Может Произойти Непоправимое Вот Это Вся Жижа Оттуда Вот Тут По Коврикам Растечется По Карпиту Будет Хана Но Это Ладно Надо Аккуратным Просто Быть Есть Ручки Нет Никаких Вешалочек Здесь Как Сидеть Удобно Я Даже Сейчас Еще Наклоню Спинку Вот Так Еще Удобнее Ничего Выдающегося Особо Нет Но Что Надо Сидишь И Сидишь Ты Понял Вот Как Трехточечные Реализованы Вот Я Вообще Не знаю Кто Сзади Пристегивается Ну Я Не Езжу Поэтому Не знаю А Вообще Пристегиваться Надо Вот Так Это Выглядит Нормально Да Конечно Вообще Неописуемый Кайф Вот Этого Пассажира Надо Попросить Сиденья Положить Вот Так Во Все Друзья Поехали И Вот Здесь Еще Два Да Типа В принципе Японцы Они же Сами Посе Ну Не Тучные Люди Они же Компактные Такие Нет Для Них Сразу Сразу Не Для Них А Вот Для Обычных Компактных Японцев В принципе Нормально На Работу Доехать Они Все Рано Никуда Больше Не Ездят Они Ездят На Работу И Домой На Работу Домой Не Не Ну В Маленьких Городах Все Ездят На Субару Ребенка Вот На Это Место Сажать Смысла Нет Нужно Детское Сидение А Вот Эти Вот Изофиксы Они Вот Здесь По Бокам Находятся То Есть Посередине Их Нет Передвигаться С комфортом Только Вдвоем Здесь Третий Пассажир Здесь Лишний Об Этому Нам Заявляют И Подогревы Сидений Их Здесь Только Два Здесь Еще Есть Две Зарядочки USB И Обдувы Это Очень Ценится Особенно В нашем Климате Кармашки Вот Такие Двухэтажные Есть Ничего Здесь Не скрывали Оно Здесь Все Такого Качества Внутри Покажи Я только Пришел Пожалуйста Ну То То Что Это Не Кожа Это То Чего Зашито Но Это Для Чего То Маленького Телефон Сюда Подсветка Вот Здесь Беленькая Давай Перед тем Как пойдем На водительская Пойдем Вот здесь Еще Сбоку Пассажира Посмотрим По карте Двери Ну То же Самое Здесь Вот Искусственная Кожа Такая Прорезиненная Верхушка Обшивки Батончик Этот Он Такой Более Помягче Лучше Чем Сзади Вот Видишь Они До Конца Не Смогли Как-то Защелкнуть Притянуть Вот Такой Зазор Есть Тоже Особо В глаза Наверное Не бросится Людям Особенно Любителям Субару Вот Я про Этот Пластик Говорил Смотри Он Здесь В одну Сторон Давится Тут В другую Сильно Он Такой Хлипенький Знаешь Хотя Так На ощупь Получше Чем Самые Дешевые Которые Трескаются И здесь Есть Такая Защита Приклеена Она Вот Из Такого Пластика Как На Кузове Идет Соты Какие Да Короче Ну Типа Она Царапаться Не будет Передние Стрения Будет Регулировка Автоматическая На них Смотри Какая Торчет Такая Прям Основательная Кочержище Ее Утопить Туда Не судьба Было Чтоб Этой Железки Не видно Было Ну Еще В гармошечке Некоторые Постарелки Некоторые Во что-то Прячут Ну Это Не В Этом Случай Вот Эта Тряпка Меня Тоже Умилила Ну Вот Тряпка Можно Аккуратнее Тряпку Было Пошить Что Она Вот Так Здесь И Будет Торчать Постоянно И Напоминать Тебе Что Ты Не знаю Вот Ты Может Быть Ты Зря Все Таки Погорячился С Машиной Видишь Да Качество Пластика Ну И Здесь То же Самое Вот Серединка Скорее Всего Кожаная Это Перфорация А Бока Естественно Вот Это Все То Что Самое Первое Потом Трескается И Рвется Это Не Кожа Не Критично Не Критично Ну Блин Можно Все Равно Делать Аккуратнее Я Так Считаю Я Не Знаю Может Я Слишком Много В Наше Время Хочу От Автомобилей Вот Смотри Ну Во-первых Это Карпет Да Мы Иногда Туда Не Заглядываем Посмотри Посмотри Как Он Невысоко Сделан Шумка Там Торчит Ну Зато Ты Хотя Б Видишь Что У Тебя Есть Шумка Ты Такой Заглянул О Шумку Положили Молодцы Вот Это Вот Здесь Вот Смотри Чего Он Так Торчит Некрасиво Там То Самое Вот Это Для Ну Закройте Может Быть Как То Я Не Знаю Что То Придумайте Ну Это Тряпка Снизу Такая Короче Особо Они Не Парились Какой То Эстетикой Когда Собирали Машину Ну Надо Было Там Поставить Железку Ну Взял Прорезал Карпет И поставил Железку Зачем Сильно Париться Не Знаю Мне Кажется Цена Тоже Она Уже Такая 40 Штук Это Не Маленькие Деньги 38 Ну Там Со Всеми Наворотами Будет Даже Больше 40 Ну По Дверь Я Уже Там Сказал На Пассажирской Тут Тоже Самое В Принципе Здесь Есть Память На Двух Водителей Регулировка Зеркал Открыть Закрыть Машину Полностью Автоматические Стекла Только Передние Задние Пальчиками Держать Надо Ну И В Плохой Пластик Просто Он Какой То Слишком Мягкий Так Короче По Салончику По Дверям По Картам Двери Все Понятно Все Более Менее Объяснили Там Кто Чего Не Понял Идет В Автосалон И Смотрит Сам Подсветка Вот Желтенькая Уютная Подсветка С Маленьким Зеркальцем В Принципе Достаточно Всего Хватает Материал Потолка Прикольный Нормальный На ощупь Вот такой Приятненький Есть Место Чтобы Очки Положить Очечник Очочник Очкочник Я не знаю Кнопочка СОС Информационная Какая-то Субаровский Прикол Вот Такие Подсветки Есть Это Вот У нас Отключается Система Которая Тебя Повещает О Пересечении Линии О Столкновении Предупреждает Интересный Люк Здесь Вот Кстати Вот Еще Две Камеры Торчат Субаровские Фирменные Камеры Вот Так Можно Закрыть Тут Нарисовано Руками Не трогай Все Убрал Раз Нарисовано Вопросов Нет Зеркало Нормальное Здесь Кнопочки Для Калитки Для Ворот Для Кому На Что Программировать Большой Очень Люк Который Они Называют Панорама Я бы Сказал Это Наверное Не Панорама Это Просто Такой Большой Люк Но На самом Деле Он Открывается Широко Мне Это Понравилось Я Еще Таких Больших Люков Не Видел И Эта Кнопочка Реализована Прикольно Вот Смотри И второе Положение Можно Так Додержать И Полностью Открылась Здесь До Хрена Место Сюда Можно Втроем Вылезти В этот Люк Да Вот Здесь Краси Такой Приятным Материалом Отделано По кругу Это Вот Чтоб Мухи В салон Не Залетали Ну Короче Люк Прикольный Я Давай Закроем Потому Что Очень Жарко А Так Он Не Поднимается Что Он Закрывается Сразу Со Шторкой Видишь Ну Попробуй Открой Полностью Должен Подниматься Не Может Что Там Еще Надо Нет Вот Тут Туда Либо Туда Третьего Не Да Нет Ну Он Может Из-за Того Что Сильно Большой Поэтому Он Не Поднимает Потому Что Это Знаешь Ну Тормозить Начнет Ты Летишь Приподнялся Остановился Улетит Улетит Куда Нибудь Материалы На Торпедо Ну Вообще То Такие Более Менее На Ощуп Прикольные Просто Вопрос Почему Они Такие Тоненькие Почему Вот Здесь Японцы Может Из-за Этого Я Не Знаю Такое Хлипенькое Все Вот Круто Дисплей Да Да Ну То есть Короче На Это Давить Лучше Никуда Ничего Не Надо Здесь Вот Фирменный Субаровский Информационный Дисплей Не Видно А Вот Так Козырек Андреевич Мне Этот Дисплей Нравится Он Прикольный Слева На Руле Лист Да Слева Инфо Кнопочка И ты Пошел Там И Навигация И Раз Вот Мы Сейчас Посмотрим Вот Мы Стоим Короче На Ней Топим И Какой У Нее Будет Этот Расход Расход 18 Почти 19 Миль На Галлон Сколько На Ней Миль На Ней 89 Миль Кто-то Уже Покатался На Ней Ну В общем Интересно Вот Этот Дисплей Мне Мне Кажется Он Прикольный Потому Что Режимы Вождения Попробуй Пойми Графиками Какими Отмечены Графиками То есть SI Drive Голубенький SI Drive Желтенький Но Эти Приколы Ну Типа Sport А Вот Вторая Кнопка I Просто SI Я Не знаю Что Это Такое Честно Меня Поругают Что Я Не Знаю Что Это Такое В общем Это Наверное Знают Только Субаровцы Купил Субару И все Узнал У них Достаточно Своих Приколов Есть Технологии Современные Все Даже То Что Машина Держит В полосе Машина Там Оповещает Там Предупреждает Столкновение Не дай бог Там Все Такое В принципе Это все Есть По приборам Это Обычные Традиционные Колодцы Аналоговые С Таким Цветным Небольшим Дисплейчиком Посередине Информация Вот тут На этом Дисплее Для водителя Выносится Ну и В принципе Еще один Дисплей Вот здесь Который Достаточно Он не маленький Интересно Он сделан Наверное На камере Не будет видно То что Он там Как будто Внутри Находится Работает Ну Откликается Более-менее Все нормально Не сказать Что Где-то Он там Сильно Зависает Изображение Неплохое Вот сейчас Я включу Заднюю Камеру Кстати Ну и Камера Чисто Японская Да А пищать Ничего Не будет Да Он тебе На дисплейчике Показывает Что ты Нажал Тормоз Ты понял Да Вот машинки Загораются Стопы У него Пожалуйста Понял Вот это Круто Вот это Круто Очень До мелочей Есть тут Всякие Настройки Для автомобиля В этом Ковыряться Не будем Я думаю Как современный Автомобиль Тут в принципе Уже много Чего есть Вот подключается Телефон И за это Уже Спасибо По музыке Так как у нас Самая дорогая Комплектация Стоит музыка Здесь Харман Кордон И Играет Она В принципе Неплохо Я не думаю Что Особо Какие-то Там Супер Меломаны Будут Покупать Эту машину Да Поэтому Я скажу Так Музыка Играет Хорошо Можно Ездить И кайфовать Под музыку Кто любит Громко Наверное Тут и громкость Позволяет И в принципе Ничего Не дребезжит Не скрипит Все нормально Климат Регулируется Вот отдельно У нас Здесь Такой Отсек Для климата То есть Вот такими Колесиками И Климат Раздельный Для пассажира И водителя Когда ты Регулируешь Климат То вся информация У тебя Вот здесь Вот на этом Информационном Дисплее Отображается То есть Вот ты Поднимаешь Температуру Тут температура И вообще В каком режиме Сейчас находится Климат Все вот На этот Дисплей Будет выноситься Здесь Нет никакого Дополнительного Дисплея Только вот Все там Потом Как это Все еще Собрано Ну вот тут Заметили Случайно Надавили Ну вот эти Все Ну так Немножко Живое То же самое Вот так С этой стороны Тоже нычки Походу Нычки Отодвинул Что-то Засунул Спрятал И забыл Место Такое Есть Вот можно Телефон Кинуть Небольшой Зарядка 12-ти вольтовая Две USB Зарядки И аукс Выход Вот спасибо За эту Вот палку Которая Переключать Скоростя Ну гораздо Приятнее Чем Кнопки Современные Эти Всякие Режимы Для Бездорожья Здесь Снег Грязь И Глубокий Снег И мат Дерт И мат Какая Разница Ну мат Это Прям грязь Грязь Это Болото Да Короче Вот болото И глубокий Снег Когда Опять же Таки Здесь Нам Дает Показывает На информационном Дисплее Режим Который Ты Включаешь Глубокий Снег Глубокая Грязь И тут Еще Все Дублируется Ты Все Видишь Все На Любой Дисплей Посмотри Кроме Вот Этого Развлекательного Кроме Медиа Дисплея Везде Будет Все Ображаться Да Там У меня Карта Показывает Куда Еду О Тут Есть Этот Прикол С Звуком С Каким Помнишь Мы Карту Включали И Звук Накручивали Да Я думаю То же Самое Потому Что Радио Тоже Самое Тоже Прикол Да Карта Убегает Когда Ты Регулируешь Звук Да Мы Уже Тоже Задавались Этим Вопросом Почему Такое Внимание Вот Это Вот Именно Какие Цифры У тебя Будет На Звуке Ты Должен Обязательно Согласовать Как Вы Думаете На 12 Включим Или На 13 Кто Нибудь Нет Я Бо Такой На 10 Включил Ну И Тут Голосование Начинается Вы Плевать Хотели На Карту Вы Просто Начинаете Кидать Монетку И Ставить 11 Или 12 Все Таки 11 Будет Лучше Ну Мы На Ноль Поставим У У Нас Все Видишь По Согласию На Ноль Здесь Дальше Что У Нас Подогрев Сиденья Такими Маленькими Кнопочками Решены Лов И Хай Два Режима У Них Электронный Ручник И Вот Это AVH Subaru Так Отмечает Просто Авто Холд Который На Всех Машинах Просто Либо Значком Либо Авто Холд Написано Здесь Авто Веикол Холд Ну Чтоб Ты Не Перепутал Ничего Другое Не Держало Именно Веикол Будет Держать Именно Машину И Только Пристегнута Только Работает Только Пристегнута Если Отстегнуться Больше Холда Не Будет По Поводу Подстаканников Они Могут И Не Стар Только Медиум И Смол Средние Маленькие Да Ну И Правильно Нечего Ведра Пихать Бардачок Не Смотри Сюда Андреевич Да Ну Слушай Я Я Уже Привык Я Я Очень Сильно Разочарован В нашем Времени Вообще Я Б Наверное Хотел Жить Лет Тридцать Назад В Штатах Когда Были Машины Похожи На Машины А Сейчас Те Просто Вот Такую Вырезают Тряпочку Говорят Ну Есть Скречи Хорошо Полировать На Кузове Может Это Для Вот Тряпочку Вырезали У нее Там Есть Прорези Видишь Вот И Она Держится За счет Вот Этих Ушей По Бокам Вот И Смех И Грех Ей Даже Не Знаешь Ай 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 Ну И Вот Здесь Еще 12 Вольтовая Зарядочка Тоже За Это Тоже Спасибо Это Записки Японца Да Это Координаты Где Он Закопал Нормальный Бардачок Обшивку Бардачок Ну Все Здесь Понятно Да Все То Тоже Самое Не Бардачок Подлокотника Вот Бардачок Большая Толстая Книга На Досуги Читают Ну Там Про Эй Про Все Эти Бараболы Гиперболы Все Субаровские Приколы Описаны Вот в этом вот Талмуде Прочтите Обязательно Ну Ну Как Обыкновенного Размера Маловатый Даже Честно Говоря Ну Может Это И Хорошо Много Мусора Не Поместится По рулю Руль Вроде Бо Как И Субаровский Прикол Подогрев Руля Вот Здесь На руле Большая Такая Клавиша Достаточно И Подрулевые Лепестки Которыми Можешь Имитировать Переключение Передач На Твоем Любимом Вариаторе Давай Еще Вот Эти Кнопки Потому Что Мы По ним Не Рассказали Эти Кнопки Здесь Можно Выключить Blindspot Слепые Зоны Можно Выключить Можно Открыть Багажник Можно Запрограммировать Высоту Открывания Багажника Трекшн Контроль Отключить Старт Стоп Отключается С этой стороны Вот Самая Прикольная Кнопка Вот Здесь Мне кажется Открываем Капот Смотрим Что у нас Под капотом Ну Сюрпризов Там Особо Никаких Не будет Субаровский Движок Оппозитный Здесь Кстати Все Закрыто По бокам Пластиком Таким Хлипким Ну Хотя бы Не видно Никаких Внутренностей То же самое С той стороны Газовых Упоров Никаких Нет Есть Вот Обычная Кочерга Палка Шумочка Присутствует Субару Боксер Двигатель Боксер Боксер Я сказал Что это 2.5 Движок Атмосферный Который Выдает 186 Лошадей Ну И вариатор Короче Системы Безопасности Мне помогают Машину Держать В полосе И Сообщают Если Прям Я Уже Нагло Начинаю Эту Полосу Пересекать То есть Делаем Вывод Что Скорее Всего Это Работает Ну Я Слышал От Хозяев Субару Что Это Работает В принципе Ладно С Этим Разобрались Как На Ходу На Удивление Вот Это Вот Двигатель 2.5 186 Лошадок Такой Живенький Да Или Потому Что Шумка Не Особо Хорошая Кажется Что Ты Быстро Летишь Не Знаю Ну Вроде Он Такой Неплохой Скажи Что Тянет Что Ты Машешь Скажи Да Вот Ты Понимаешь Там За Камерой Кто То Видит Что Ты Вот Так Вот Делаешь Блин Не Знаю Не Тянет Она Едет Она Но Какая Табурет Это Вот Беда Японцев Я Не Знаю Почему Они Так Делают Что Ощущение Как-то Так Собрано Что Я Не Буду Этого Говорить Я Врагов Себе Кровников Наживу Поэтому Я Машу Ну Давай Тоже Буду Просто Снимай Дорогу А я Вот Так За кадром Буду Головой Потихоньку Вот Так Делают Просто Молча Видео Снимают Я Скоро Перейду На Такие Видео Буду Ходить И Мы Чат Короче Нет Не Едет Машина Но У меня Первое Впечатление Там На Ровной Дороге Показалось Вот Сейчас Я До Нуля Почти Сбросил Пропускал Пожарников Я Такой Раз И Она Я Бо Не Сказал Что Она Шустрая Ну В принципе А что На Что Он Тоже Достаточно Надежный Поэтому Ладно Гонять На Этой Машине По Любому Никто Не Будет Нормальный Человек Который В Себе Не Будет Брать Эту Машину Для Того Чтобы На Них Устраивать Гонки Согласись Поэтому Смысла Нет Рассуждать От Нуля До Сотни Даже Не Пиши Даже Не Пиши От Нуля До Сотни Я Настаиваю Эта Машина Не Про Это Я На Бронко Написал Я Офигел Когда Я Увидел Что На Бронко 8 9 Или 4 Меня Улыбнило Смотри С какой Легкостью Здесь На Бордюры Залит Она Гораздо Мягче Чем Бронко Бронко Спорт Ты Что Говорит Бронко Это Не Тот Бронко Тот Другой Бронко Не Дай Бог Ты Опозоришь Имя Настоящего Бронко Да Мы Посмотрим Когда Ты Еще Настоящий Бронко Короче Машина Подвеска На Машине Настроена Достаточно Мягко Мне В принципе Нравится Как Настроена Подвеска Мне В принципе Нравится Работа Двигателя И Тот Же Вариатор Он Для Меня Не Заметен Он Там Чуть Где То Чуть Своё Подпевает Там Потихоньку Когда Давишь На Газ Это Все Руками Ничего Здесь Такого Естественно Нет Но В принципе Все Работает Четко И Классно Меня Не Устраивает В машине Шумоизоляция Меня Не Устраивает В машине И Шум От Колес И Шум Вот Сбоку И От Ветра Шум Хотя От Ветра Особо Я От Этих Лопухов Шума Не Вижу Если Б Шум Что То Порешалось Чтобы Машина Дарила Тебе Впечатление Такой Вот Ну Сбитости Какой-то Уверенности Да Возможно Если Так Сделать А Вообще Вот В рулежке В вождении Машина Достаточно Приятная Такая Нормальная Рабочая Лошадка У нас Никто Не Шумит Здесь Этой Херню Да Здесь Этим Заниматься Никто Не Будет Поэтому Вот Ты Как Купил Так И Купил Даже Если Захочешь Зашумить Ты будешь Очень Долго Искать Где Это Можно Сделать И В конце Концов Плюнешь И сам Полезешь Это Делать Обзор В зеркалах Хороший В боковые Потому что Лопухи Такие Достаточно Немаленькие Поэтому Видно Все Хорошо И уголок Этот Открыт Так Как Зеркала На двери Держатся Поэтому В этот Уголочек Тоже Что-то Видно То есть Обзорность Я считаю Что Отличная У машины Со всех Сторон Все Видно Четко И в это Зеркало Все Даже Третий Подголовник Поднят И все Равно Видно Ну да Не спортсмен Совсем Вообще Напиши Все-таки От нуля До сотни Пожалуйста По ощущениям Секунд Десять Ну ты Со мной Едешь Как ты Хотел Ну да Вот Серега Десять Секунд Да С двумя Серегами Секунд Пятнадцать Прикинь Серег Три ряда Насадить Не Если Вот Тут Сзади Три Сереги Поместить И одного Еще Впереди То Я не знаю Секунд Двадцать Пять Эта Машина Будет Разгоняться Да Задие Передачи Быстрее Да В общем По итогу По вождению Понятно Что мы Не можем Полноценный Тест Драйв Сделать Заявить Сейчас Что машина В чем-то Плохо Или хорошо Едет Первые впечатления Просто В управлении Машина Очень нормальная Комфортная И даже нравится Доставляет Какое-то удовольствие По шумоизоляции Явно не хватает Шумоизоляции В машине По разгону Просто нормальный Так скажем Для этого автомобиля Просто нормальный Разгон Тормоза Отличные Тормоза Отличные Я ничего не могу Сказать с тормозами Ну Так как ты не будешь На этой машине Гонять особо То есть Тормоза у тебя Такими и скорее всего И останутся Там перегреть их Наверное Будет тебе тяжело С этой машиной Камеру мы видели Ну вот такая камера Камера Называется Печаль Печальная Модель камеры Трагичная Можно сказать Еще Камера Трагичная Печальная Ну как у всех Японцев Как у всех Японцев Ключ Типично Субаровский С двумя Алюминиевыми Такими вставками Сбоку Посередине Достаточно Приятный Пластик Ключ Что-то Весит Не пустая Болванка Сделан Классно Отомкнуть Замкнуть Открыть Багажник Посигналить Ну и внутри Здесь физический Ключ Металлический Есть Вот и все Вот такой Ключик нормальный Прикольный Ну что По итогу Машина Своего рода Легендарная Потому что Очень много Людей любят Субару И именно Любят Субару За Форестер За эту модель Очень у многих Она Вот вызывает Восторг Многие На ней Там штурмуют Бездорожье Настоящее Аутбеки Форестеры Такие машины Которые Ну вот Истинные Я не знаю Я к сожалению Не было опыта Вождения Предыдущих Но я Виши Справляюсь Говорю Предыдущие Предыдущие Что просто Отстали от меня Они не отстанут Ну что тогда Предыдущие поколения Этих Этих Фориков Как ездили Понятия не имею Не знаю Что было там С историей Автомобильной Этого бренда Что могу сказать Внешне Они сохранили Свои Фамильные черты По внешности Судить об этой машине Я не хочу О внешности Судить Ничего говорить О ходовых Качествах Могу сказать Что достаточно Приятная машинка Приятная Простая Работяшка Такая рабочая лошадка По салону Собрано Из не самых Худших Материалов Не самых Худших Материалов И собрано Не прям Отвратительно Плохо Но плохо Я так считаю Вот какие-то моменты В этой машине Сильно расстроили А какие-то моменты В принципе И неплохо Как обычно Дело каждого Нравится машина Не надо никого слушать Надо идти Покупать Пробовать Кататься Получать наслаждение Любить машину Ухаживать за ней И она вам ответит Тем же самым А да вот еще Кстати Что я хочу сказать Есть машины Абсолютно бездушные Бездушные твари Вот такие Которым я отношу Некоторых Японские Некоторые бренды Вот у Subaru Мне кажется У нее есть своя душа Согласись Вот мне кажется Именно за это Субару и любят Потому что У нее есть Какой-то Вот свой Дух У этой машины Какой-то свой Характер У этой машины Есть Вот какой бы он Там ни был Но он у нее есть Это не просто Такая какая-то Железка Никчемная Поэтому Машина На мой взгляд Заслуживает Внимание И заслуживает Того Чтобы ее Поклонники Ее продолжали Покупать И получать От нее кайф Это был Обзор От Прокачу ТВ На автомобиле Если что-то не так Не обижайтесь Кого-то Если там Где что Зацепил По-братски Не обижайтесь И не обессудьте Тысячу Да нет Что извинений За что Я все правильно сказал В общем Что Ребята От вас еще раз Лайки Там эти Колокольчики Пальчики Не знаю Подписки на инстаграм Ну и всем Всего хорошего Добра Мира Здоровья Счастья И увидимся В следующих обзорах С вами была Прокачу ТВ Вадим Серега И вам До свидания Пока Выключай Пожалуйста Продолжение следует...